Национальная команда Республики Беларусь по гребле на байдарках Каноэ – одна из главных надежд отечественного спорта на 32-летних Олимпийских играх в Токио. А в этой команде мастеров весла наивысшие шансы завоевать награды. Имеет женская байдарочная дружина, которая полностью состоит из воспитанниц Мозорской школы гребли. Что не случайно, ибо трудно найти другой такой город с населением чуть более 100 тысяч человек, в котором проживало бы такое количество олимпийских чемпионов и призеров, победителей мировых и европейских форумов, других престижных соревнований. Все это было отмечено и на недавнем фестивале в Итоке «Круг до Олимпо», где мы, пользуясь случаем, задали вопрос министру спорта и туризма Республики Беларусь Сергею Михайловичу Ковальчуку. Насколько хорошо, по его мнению, развита гребли на байдарках Каноэ на Мозорщине? Я скажу, не просто хорошо развит. Здесь гребли на байдарках Каноэ – это, наверное, кузница кадров отсюда. В самом Мозоре только 10 чемпионов мира, чтобы мы понимали, это уровень, какой и города, и гомельщины. Центр наш здесь на Мозорщине, тренер наш известный Владимир Владимирович Шантарович здесь, который постоянно проводит сборы войны и мероприятия, соревнования различного рода проводятся. Поэтому от гребли мы сегодня вправе ожидать самых высоких результатов от спортсменов в обмельщине в том числе. Отметим, что Владимир Владимирович Шантарович возглавляет всю национальную команду Республики Беларусь по гребли на байдарках Каноэ. Женскую сборную байдарочность готовит еще один наш землягин, Николаевич Галецкий. Тут стоит отметить и медицинскую бригаду в лице Анны Леонидовны Бондаренко, Игоря Сергеевича Рабинка. Да, женское Каноэ. Между прочим, в Токио поведет за собой еще один мазорянин Павл Игоревич Мудрагель. А возвращаясь в фестивале, в итоге круг до Олимпу еще одно интервью. С дважды бронзовой медалисткой Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы Мариной Литвинчук, которая рассчитывает Японии выиграть золото главного спортивного соревнования. Жаль только травмы и их последствия вносят свои коррективы в подготовку нашей выдающейся современницы. Очень печально, что травмы все-таки не оставили меня и в этом году в покое. Но с каждой недели я возвращаю свою былую форму, что мне очень нравится. Не все получилось на чемпионате страны. Я считаю, что не хватило стартов, скорее всего. Не хватило именно тренировочного процесса предстартового. Поэтому немного выступления оказалось скомканным. На данном этапе подготовки начинаю немножко приходить в себя. На Олимпийских играх планирую пойти экипажи. Если восстановлю свои силы в одиночке, то буду также выступать и в одиночке. И все-таки, по словам Гена Николаевича Галлийского, Марина будет выступать в одиночке на дистанции 500 метров вместе с Ольгой Худенко. Объединившись в экипаж, они поборются за победу в байдарке двойкой на полукилометровом отрезке. И на этой же дистанции в составе квартета вместе с Маргаритой Махневой и Надеждой Попок Марина Солей оспорят, надеемся, золотую медаль, которая станет достойной наградой за великий труд. Продолжение следует...